Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове появятся ягодные проезды. Прошло очередное заседание городской думы. Болезнь страшнее вирусов. КБ-50 рассказали о профилактике инфаркта. Об итогах прошлого учебного года и ведущих образовательных трендах в администрации прошло августовское совещание руководителей педагогов. Подробности далее. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города в сфере образования, подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли и в связи с 55-летием. На заседании Думы народные избранники рассмотрели ходатайство о награждении руководителя СРФТИ и почётные грамоты города Сарова. В должности руководителя Саровского физико-технического института Анна Сироткина работает с 2010 года. Анна Геннадьевна уделяет большое внимание развитию научного блока института. Считаю, что при её руководстве ВУЗ Сироткина стала одним из лучших ВУЗов страны и направляет в ядерный центр очень достойные образованные кадры. Поэтому мы очень благодарны Анне Геннадьевне за её труд. На мой взгляд, даже таким сегодняшним решением мы задаём, поскольку мы работаем уже в рамках нового положения, и вот эта награда у нас в новом положении зафиксирована, она задаёт, вообще говоря, высокую достаточно планку для тех, кто пойдёт следовать за ней. Потому что, так или иначе, каждую кандидатуру мы будем, наверное, сравнивать уже с теми, кто этой наградой награждается, награждался ранее. Единогласно народные избранники решили наградить Анну Сироткину почётные грамоты города Сарова. А вот следующий вопрос вызвал бурные дискуссии в зале. Он касался наименования проезда в границах территории по улице Нижегородской в Заречном районе города. Директор Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев рассказал о результатах работы комиссии по наименованию улиц. Выбирая название, комиссия учитывала простоту и ясность наименования, а также близкое расположение садовых участков. Комиссия по наименованию городских улиц рассмотрела предложение поступившее и проголосовала за наименование проезда, как проезд первый ягодный и проезд второй ягодный. Предлагается принять такие наименования. Но приняли наименование далеко не сразу. На заседании выступила жительница одного из домов между этими проездами, которую предложенные варианты не устроили. Среди основных аргументов Татьяна привела путаницу адресов, которая может возникнуть у жителей города, поскольку названия проездов на карте будут отличаться только цифрами. Мы вот посмотрели с нашими соседями, мы, например, считаем, что среди вариантов, которые были озвучены на сайте, например, «Счастливый проезд» – это очень хорошее название для пожелания семье с многодетными, многодетных семей быть счастливыми. Многие депутаты мнения Саровчанки не поддержали. Народные избранники пришли к выводу, что комиссии проделана масштабная работа. Отопонимические названия должны выбирать жители города, а не конкретных улиц и проездов. Большинством голосов депутаты утвердили названия проездов – первый ягодный и второй ягодный. Важно, чтобы организации, которые занимаются оказанием помощи инвалидам, располагались в шаговой доступности, и людям не приходилось ехать на другой конец города, считает премьер-министр Михаил Мишустин. В них должны работать компетентные сотрудники. Поэтому планом предусмотрено внедрение базовой подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов. Правительство утвердило план мероприятий, которые направлены на комплексную реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Концепцию разработали по поручению президента. Она рассчитана на ближайшие четыре года. Главная задача – создать в нашей стране эффективную систему поддержки граждан с особыми потребностями. Сегодня в России их около 11,5 миллионов. Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации. По единым стандартам во всех регионах страны. Уход должен предоставляться и на дому, и под пересмотром опытных профессионалов, без необходимости проживания в интернатах. Отдельное внимание в плане уделено детям с ограничениями по здоровью. Поскольку при многих заболеваниях важна своевременная диагностика, то власти продолжат расширять практику перинатальных и неонатальных скринингов, чтобы повысить шансы новорожденных справиться с недугом на ранней стадии. Надо активнее развивать технологии сопровождения семей, где воспитываются дети с особыми потребностями. Привлекать родителей к реабилитационному процессу. Зачастую они не знают, как наладить быт такого ребенка, обеспечить ему комфорт и развитие. Какие нюансы есть в воспитании, в общении. Важно, чтобы семьи не оставались наедине со своими проблемами и могли получить ответы на все интересующие вопросы. Еще одно решение касается ближайших родственников, тех пенсионеров, которые уже отметили свое 80-летие, а также родителей детей-инвалидов. Им государство само будет сообщать о возникновении права на компенсационные выплаты по уходу за близкими. Даже если человек забыл или не знал о подобной возможности, ему подскажет уведомление на портале госуслуг либо по почте. Также можно будет подать заявление на оформление поддержки в электронной форме, то есть не выходя из дома, что позволит сделать выплаты, установленные главой государства, более доступными, а гражданам получать положенную компенсацию без проволочек. Для внедрения нового механизма ведомства должны серьезно перестроить свою работу, поэтому действовать новые правила начнут в следующем году, добавил Мишустин. Традиционно в преддверии учебного года в Сарое проходит большое августовское совещание, на котором собираются педагоги и руководители школ и детских садов. Открывая конференцию, глава города Алексей Сафонов поздравил учителей и воспитателей с началом нового учебного года и рассказал о работе, которую ведет администрация в области капитального ремонта образовательных организаций. Мы действительно пытаемся вложить в наши объекты все то, что у нас есть, все ресурсы города, привлекаем все ресурсы и региона, и федерации. Сейчас две школы у нас на капремонте, там сам бываю каждую неделю, понимаю, как это непросто, жалко директоров, но вы, ребята, стойкие, все умеете, справитесь. Как говорят, ваши дети, наши дети скажут вам спасибо за результаты. Перечень бумаг, которые необходимо заполнять педагогам, ограничили, а понятие образовательной услуги исключили. Это одно из главных нововведений в образовании в новом учебном году. Кроме того, во всех школах страны вводят новый в ГОС, а с 5 сентября по понедельникам в образовательных организациях утро будет начинаться с поднятия флага исполнения гимна. Об изменениях в учебной системе рассказала директор департамента образования Наталья Володько. Большая часть школ у нас переходит на пятидневку с первого по девятый класс, за исключением лицеев и гимназий. Они остаются на собственном усмотрении, как они переходят внутри, исходя из своих образовательных учебных планов. Есть школы, пять школ, которые переходят на пятидневку и в десятых, одиннадцатых классах. Попробуем, что из этого получится. Кроме того, в Сарове будут создавать сетевую распределяющую старшую школу. Это будет некий образовательный хаб для старшеклассников, где они смогут получить углубленные знания по выбранным предметам. На ближайшем совещании с руководителями школы департамента образования будут уточнять детали этого процесса. Также среди нововведений внедрение платформам школы Минпросвещения РФ и в ГИС «Моя школа», которая будет единой витриной для учителей, родителей и учеников. При этом Наталья Володько отметила, что перехода к онлайн-обучению не будет. Живое общение учителя и ученика невозможно заменить. Ни образовательной организации, ни дошкольного, ни школьного уровня, ни вузовского уровня полноценно перейти на онлайн-обучение не готово. Более того, реальная потребность глаза в глаза и реальная потребность на результат во взаимодействии с учителем, конечно же, гораздо выше и гораздо результативнее. То, конечно, онлайн-обучение невозможно, поэтому массового перехода никто не ожидает, его и не будет. Также Наталья Володько рассказала об итогах прошлого учебного года. Традиционно, саровские школы в топе всевозможных рейтингов и региона, и страны. Баллы по ЕГЭ у нас выше, чем по России, а по большинству предметов выше, чем в области. Проседают пока только литература и информатика. Больших успехов саровские школьники достигли и на Всероссийской Олимпиаде. Следующий элемент – это региональный этап. У нас очень высокий показатель в этом году, 145 человек у нас, число фактов, вернее, не человек, а число фактов участия во Всероссийской Олимпиаде школьников регионального этапа. Из них 85 фактов победы призеров. Вы видите, что процент успешности, в принципе, очень высокий, 58,6. Запись выступлений директора Департамента образования на совещании педагогов смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пионова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Предупредить легче, чем лечить – это крылатая фраза, актуальна во многих случаях. Правильное питание, физическая активность, отказ от алкоголя и курения, контроль веса благотворно влияют на состояние организма и помогают предотвратить развитие многих опасных болезней и состояний, например, инфаркта миокарда. О его профилактике речь шла на очередной встрече «Школа здоровья». Это просветительский проект, который уже несколько лет реализует клиническая больница номер 50. Мы пациентов учили оказывать себе первую помощь при подозрении на инфаркт, учили пациентов реабилитироваться после инфаркта и рассказали о профилактике повторного развития инфаркта. Это самая актуальная тема в данное время, потому что от инфарктов у нас литальность очень высокая. Инфаркт молодеет. Сейчас его жертвами часто становится мужчина за 35-45 лет. Причин несколько. Это и постоянные стрессы на работе, и сидячий, и малоподвижный образ жизни. Неправильное питание и курение тоже вносят свою лепту. На эти факторы можно повлиять. К сожалению, есть и те, на которые повлиять никак нельзя. Опять-таки, мужской пол мужчины подвержен инфаркту выше, чем женщины. У женщин риск возрастает после 50 лет, когда идет гормональная перестройка и наследственность. Те пациенты, у которых по прямой линии по родственникам бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры, у которых были инфаркты, особенно в молодом возрасте, таких пациентов риск развития инфаркта выше. Сильная давящая боль в груди, отдающая иногда в левую руку, под лопатку, в челюсть, одышка, жжение, иногда может быть тошнота и боль в животе. Это все симптомы инфаркта. При их появлении необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а не ждать, что все пройдет само по себе. После перенесенного инфаркта в среднем пациенты восстанавливаются около полугода. Кого-то процесс занимает больше времени. Если пациент соблюдает все наши рекомендации, которые мы даем после инфаркта миокарда, то риск, естественно, снижается. Но если пациент нерегулярно принимает лекарственные препараты, если он не соблюдает правильное питание, отказ от курения, не отказывается алкоголь, и другие вредные привычки, то, естественно, риск повторного события во много раз возрастает. Ситуацию с инфарктами усугубила пандемия. Коронавирус влияет на увеличение числа острых коронарных событий из-за того, что вызывает повышенное тромбообразование. Поэтому, естественно, всем пациентам рекомендуем вакцинироваться, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также осложненных процессов во время коронавирусной инфекции. Следующие школы здоровья будут посвящены профилактике инсульта и отказа от курения. За анонсами следите на сайте клинической больницы номер 50. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Синдром опустевшего гнезда – это то, что переживают родители в связи с отъездом ребенка. Чаще всего с этим сталкиваются супруги, у которых не разрешены внутрисемейные отношения, или те родители, которые слишком привязаны к своим детям и делали свое чадо центром жизни. Сейчас такая детоцентрированность. То есть все детям. Главное для детей. Главное – обеспечить детям развитие. Я отдала тебе лучшие годы своей жизни. Ну вот это вот все. Если проблемы не решены, тогда, когда дети уже уезжают учиться, женятся, выходят замуж, то родители сталкиваются с теми самыми проблемами, которые они не решили еще на первоначальном этапе своих отношений, когда они только стали жить вместе, поженились. Самые заметные изменения, которые следуют за отъездом повзрослевшего ребенка – внешние. В доме становится тише, меняется привычный распорядок дня, исчезают привычные заботы. Оставшись наедине с самим собой и с супругом, взрослые, как правило, чувствуют растерянность и пустоту. Ведь теперь ребенок не нуждается в постоянной опеке, а привычная роль родителя становится не так актуальна и первостепенна. Можно ли подготовиться к такому кризису в семье? Самая лучшая подготовка – это своя личная прокачка. В плане своей целостности и способности заниматься собой в этой жизни. Но если есть опасения, что трудно будет отпускать детей, расставаться с детьми, тогда нужно повернуться к себе и задать себе вопрос. Кого я обижу в детях? Почему мне так нужно, чтобы дети были рядом? Почему? Из-за чего мне так сложно? Я предполагаю, будет сложно отпустить. И не пора ли мне заняться своими потребностями? Если вам предстоит скорая разлука с ребенком, который собирается уезжать на учебу в другой город, то посвятите это оставшееся время именно себе и найдите новые смыслы в своей жизни. Вспомните, чем вы любили заниматься, какие у вас увлечения и хобби, неисполненные или отложенные желания, в чем бы вы хотели себя реализовать. Новая ситуация также позволяет посмотреть и на супружеские отношения под другим углом, наладить диалог со второй половинкой, открыто поговорить о своих переживаниях и услышать друг друга. Если это болезненно, надо идти к психотерапевту. Не нужно использовать мужа или жену в качестве психотерапевта, потому что это не их ответственность и не их задача. Есть специалисты, которые с этим работают. Не нужно перегружать близких всем этим. Не нужно перегружать детей своими проблемами. Детям тем более это не нужно. Детям своя жизнь, свои интересы, им нужна энергия на развитие свое. Для всех родителей, чьи дети улетают из семейного гнезда, важно понять, что ребенок стал взрослым и теперь сам выбирает свой жизненный путь. Если препятствовать отделению, дети не смогут жить собственной жизнью и получать личный ценный опыт. Светлана Юрнова, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24. На прошлой неделе Саровчанка перевела мошенникам 585 тысяч рублей. Через мобильное приложение WhatsApp ей позвонили якобы сотрудники банка и рассказали, что кто-то пытается похитить свою счет о деньги. Но служба безопасности пресекла преступление. Чтобы не подвергать средства риску, злоумышленники посоветовали перечислить их на безопасные счета, а через сутки деньги бы вернули. Саровчанка сделала все по инструкции, перевела несколькими платежами 584 тысячи 893 рубля, а потом поняла, что ее обманули. Подобные схемы мошенники используют регулярно. Ни в коем случае не надо с ними продолжать общение, не передавать никакую личную информацию у вас, ни фамилии, имя, отчество, ни номера, карт, ни, соответственно, любую информацию. Банковские работники вам звонить не будут. Если какие-то вопросы вам нужно решить, обратитесь лично в отделение того банка, где у вас открыты счета. Не стоит также пытаться разыграть или проучить аферистов самостоятельно. По невнимательности одурачить можно самого себя. Саровчанке позвонил мошенник, представившись банковским служащим. Женщина поняла, что ее пытаются обмануть, и решила подыграть. Она продиктовала номер и обратный код карты, на которой не было средств. Но шутка стоила дорого. Получив доступ к онлайн-кабинету путем получения номера, карты и цифры с обратной стороны, зашли в онлайн-кабинет банка. И все денежные средства, которые были на счетах, в том числе на сберегательные книжки, порядка полумиллиона рублей похитили. А потому самый действенный метод защитить себя от обмана – просто сбросить телефонный звонок. Какие предметы в школе нужно изучать, чтобы стать журналистом? Часто ли приходится импровизировать в прямых эфирах? Какие самые страшные и пугающие случаи бывали на работе? Эти и многие другие вопросы волновали юных участников профориентационной школы в Кванториуме. Отвечали на них журналисты разных медианаправлений. Беседа прошла в формате пресс-конференции. В начале диалога спикеры представились и рассказали немного о себе. Сейчас я предлагаю участвовать в инвестраторе, тоже межналистом. Так же, как я работала в отделке, потому что немножко хочу выступить на своей лестнице, пошла сюда. Специализируюсь я больше, наверное, видеофлот, съемка, написание текстов. То есть, как бы, ролики, чтобы такое, визуально, всё хорошо. После беседы ребята разделились на три команды. Каждый выбрал своего наставника из числа спикеров. В течение 20 минут команды готовили информационный продукт на тему «Новости моего детства», а после презентовали их аудитории. Проекты получились в разных форматах – текстовом, аудиальном и визуальном. Однако не столько важен итог, сколько время, проведённое за работой. Ребята погрузились в медийную сферу, пообщались с журналистами, открыли для себя что-то новое. Это всего один день из недельной программы смены профориентационной школы. Когда я только сюда пришла, я достаточно плохо общалась с людьми. Сейчас я развила этот свой навык, и я спокойно могу давать кому-то интервью, записывать видеоролики, в которых что-то рассказываю, и в целом общаться с окружением. Мне здесь очень нравится. Я научилась работать на компьютере, так как раньше я в нем вообще не разбиралась. Сейчас я помогу делать презентацию, монтировать видео и много чего другого, то, что раньше я не могла. В первые дни участники познакомились с партнёрами смены, прошли профориентационное тестирование, поучаствовали в квестах от наставников. Такой формат – один из лучших практик организации каникулярного времени школьников. Его реализуют в содействии с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» – национального проекта образования. Эти смены полезны тем, что ребята учатся разным навыкам, как софт-навыкам, так и хард-навыкам. Они могут, например, один день сходить на мастер-классы в IT-квантум, а в другой день сходить на медиа-квантум, помонтировать, узнать, чем занимается, например, журналист. А также у них каждый день есть программы развлекательные. Мы ходим на улицу, у нас есть мероприятия отрядные, неотрядные и так далее. Завершить смену защита проектов, обсуждение полученных знаний и навыков в формате «Живой ярмарки». Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». 16 лет поддержки добра, более миллиона рублей пожертвований. Эти деньги, собранные в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», пошли на адресную помощь людям с УВЗ. На пожертвования закупили необходимые инвалидам спортивные тренажеры и инструменты. Проект, придуманный клубом «Лотос» молодежного центра, прочно занимает свою нишу среди социальных проектов «Сарова». В этом году активисты решили раздвинуть рамки и выдвинули его на соискание международной премии «Мы вместе». И первых успехов в этом начинании «Лотос» уже достиг. В региональный этап была отобрана 191 заявка, из которых всего лишь 25 прошли в полуфинал регионального этапа. То есть мы попали в полуфинал, одни из немногих счастливчиков. «Город единства непохожих» – это история, которую создает не только «Лотос». В этом начинании помогают многие добровольческие организации. Проект – это одно большое доброе дело. К тому же он помогает в деле социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект собрал за 16 лет порядка 15 тысяч людей, вовлеченных в этот проект. То есть кто-то помогал, и помощь была разная. Кто-то помогал материально, кто-то информационно, кто-то непосредственно участвовал в наших мероприятиях и помогал их организовывать. Этот проект сблизил людей, как молодых людей с ограниченными возможностями, так и их здоровых сверстников. Теперь активистам нужно подготовить смету мероприятий в рамках проекта на следующий год, снять видеоролик и прислать в оргкомитету 28 августа. В сентябре подведут итоги, огласят список тех, кто попадет в финал. Проект долговременный, и мы не собираемся останавливаться. Мы дальше будем его реализовывать. В любом случае, получим ли мы эту премию, потому что премия предполагает еще денежные вознаграждения на реализацию мероприятий в рамках проекта в следующем году. Этот проект будет работать в любом случае. В этом году в рамках «Город единственно непохожих» «Лотос» планирует совместно с Теплым домом и Девятым интернатом провести творческие встречи. Завершит марафон 2022 благотворительный спектакль студии Молодежного центра «Театралка» в декаду инвалидов. Арт «Таврида» – одна из самых больших площадок России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В этом году фестиваль объединил 4000 участников со всей страны и стал ключевым событием Года культурного наследия народов России. Побывать на нем посчастливилось и Александре Ясаевой. Событий было очень много, мероприятий было очень много. Мы были в таком своеобразном свободном плавании. То есть программа была очень насыщенная, но мы сами выбирали, куда нам пойти. То есть это были и лекции, и мастер-классы. Регионы очень много организовывали различных движух. То есть в одно время могло быть несколько интересных мероприятий, и мы разрывались между ними, не знали, куда пойти. А еще были встречи с известными людьми – министрами, космонавтами, актерами, представителями медиа и индустрии. Объединила все эти события тема жизни и работы в России. Шоу резидентов в рамках фестиваля прозвучало как «Манифест молодых творцов против мировой культуры отмены». В первую очередь «Таврида-арт» – это история про общение и объединение людей. Вообще «Таврида» – это очереди, большие очереди везде. На мероприятия, на площадку покушать. И вот когда ты стоишь в очереди, там минут сорок, ты успеваешь пообщаться с людьми из различных регионов. И начиная от Дальнего Востока и кончая Симферополем. То есть это были ребята из Донецка, они рассказывали, как у них там, что происходит. Это были и местные жители, которые добирались тут час. Люди были, которые добирались семь дней. Все участники фестиваля проходили отбор, отправляли заявки, портфолио и ждали решения комиссии. Александра считает, что получить приглашение ей помогла ее активная деятельность в Сарфутыне Яумифи. Все годы учебы девушка принимала активное участие в жизни института, играла в женской волейбольной команде, занималась инженерным волонтерством. Фестиваль останется одним из самых ярких воспоминаний у Александры. Однако прощаться с «Тавридой» девушка не собирается. В ее планах участие в новых форумах, конкурсах и образовательных заездах. Побывать на Филипповских полях осенью 1963 года, увидеть реку Сати с летом 1990-го или пройтись по улице Речной зимой 1955-го года. Такие временные скачки могут сделать гости выставки Ивана Шнягина «Живопись разных лет». Художник запечатлел на своих полотнах дорогие ему образы природы. Помимо саровских пейзажей здесь можно встретить горы или Черное море. Работал Иван Матвеевич в трех разных техниках – маслом, акварелью и пером. Акварель представлена одной работой и стоит особняком выставки. Это Санаксарский монастырь. Со школьных лет и до наших дней Иван Матвеевич продолжает творить, создавая на своих полотнах дорогие ему образы природы. И на нашей выставке представлены картины разных лет, от ранних до выполненных совсем недавно. Любовь к живописи у Ивана Шнягина появилась в детстве. В школе он участвовал в оформлении классной стенгазеты. Позднее во время работы рисовал для стенгазет карикатуры. По вечерам ходил в студию городских художников. Параллельно учился в Московском художественном университете имени Крупской. Так простой детский интерес перерос в вовлечение всей жизни. Его работы выставляли в Центре культуры и досуга в НИЕВ. Также они гастролировали в составе выставки художников Горьковской области. В этом году Ивану Матвеевичу исполнилось 85 лет. Он ветеран в НИЕВ. И, конечно же, по своей профессии ближе к физикам. Но в его жизни и в душе огромное место занимает и лирика. А точнее, любовь к живописи. Посетить выставку Ивана Шнягина можно в часы работы библиотеки без возрастных ограничений. Телефон для справок 9-94-09. Нарисовать за полторы минуты выдуманное животное, используя любые фломастеры – первое задание секции творчества, в котором супергерои Леди Баг и Супер Кот помогали гостям Дня открытых дверей определить, к какому объединению молодёжного центра они больше предрасположены. На другой станции IQ Человек-паук с помощью интересных логических заданий помогал ребятам понять, физики они или всё-таки лирики. Я активиста в эндкоманды в молодёжном центре. Сегодня у нас день открытых дверей в стиле Геройской академии возможностей. Прежде чем ребята запишутся в какие-либо объединения, мы с командой героев проведём небольшие тесты, чтобы проверить, в какой сфере деятельности у них есть свой талант, своя суперсила. Мы считаем, что у каждого человека есть свой талант. Мы хотим, чтобы он смог его раскрыть в молодёжном центре. Кто-то хорош в спорте, кто-то готов покорять сцену своим талантом, а кто-то планирует добиться успеха в программировании и изучении английского языка. Все эти суперспособности гостям Дня открытых дверей помогали выявить супергерои. С любимым персонажем можно было также сфотографироваться. Были на празднике ребята, которые уже чётко для себя решили, в какое объединение центра хотят записаться. Выбрал я направление брэк-данса, потому что с детства мне очень нравилось танцевать, родители мне это отмечали. И вот как-то пробовала себя в одних танцах, но что-то не получилось. И вот брэк-данс как-то меня очень сильно заинтересовал своими какими-то сложными движениями и какой-то масштабностью. Я бы сегодня хотела записаться в театральную студию «Театралка» или «Зеркало», тоже театральную студию, чтобы научиться вести себя красиво на сцене, возможно, развить какие-то свои таланты. Участвую в секции КВН, потому что один раз я выступил, мне это довольно сильно понравилось – выступать на сцене, то есть шутить интересные шутки. После презентации объединений прошла запись в обучающие группы. Набор в объединении открыт и сейчас. Дополнительная информация по телефону 99-118. Место, где всегда звучат детский смех, любознательные вопросы и царит атмосфера радости и дружбы. Едва ли где-то можно встретить в одном месте столько ребят, как в Пушкинке. И совсем маленькие читатели, и школьники, и даже родители провели эти летние каникулы вместе с библиотекой. Теперь пришла пора подвести итоги лета на заключительном мероприятии «История длиной в лето». Мы сегодня поставили, мне кажется, очень красивую, такую яркую точку в нашей летней программе. Мы услышали отзывы от наших читателей и от ребят, от взрослых, что действительно это лето им понравилось. Они с удовольствием бежали сюда, в библиотеку. И, как мы вот иногда говорим, библиотекарь, они практически прожили с нами эту жизнь длиной в лето, вместе с нашей детской библиотекой имени Александра Сергеевича Пушкина. Мы считаем, что это очень потрясающие результаты для нас и для наших читателей. В Пушкинке подошли к концу все летние проекты библиотеки «Ремесленное подворье», «Читаем вслух», «Библионии». За активное участие в этих мероприятиях юные читатели получили тепломы, благодарственные письма и подарки. Также библиотекари подвели итоги конкурса «Творческое лето». На торжественном закрытии летнего сезона ребята увидели лучшие видеоработы участников конкурса. За что ты сегодня получила подарки? Ну, за хорошую внимательность, за ум и за то, что я все хорошо сделала. Мне понравились подделки, делать браслетики, правда, я не очень никогда делала, но и много всего из чего. Летом в библиотеке запустили работу студии «Смайлик». Ребята учились работать с компьютером, осваивали графический редактор, рисовали персонажей и сами озвучивали своих героев. В Пушкинке на заключительной встрече состоялся премьерный показ небольшого фрагмента, получившегося мультфильма. Тянулся к яблоку, из куста его кликнул ежик. Мне больше всего запомнилось, как мы делали разные подделки. И еще одно занятие, когда мы воображали дом, который мы просто рисовали, удивительный, который не может быть на самом деле. Темой торжественного мероприятия Пушкинке стала фантазия. Ребята выдумывали, размышляли, погружались в сказочный книжный мир. Чтобы завершить библиотечное творческое лето на вдохновляющей ноте, юным читателям рассказали заключительную невероятную интересную историю.